В 2010 году из сообщений швейцарской прессы мы узнали, что самая богатая по подсчетам журнала Forbes женщина Казахстана Динара Кулебаева и ее муж Тимур приобрели виллу вблизи Женевы. Поместье занимает почти 8000 квадратных метров. Посмотрите сами на эти ухоженные газоны, над которыми долго трудились лучшие садовники Швейцарии, на эту террасу, на размер дома. Оцените свои шансы когда-нибудь попасть в такой дом даже в гости. Как сообщалось, в кроме трех надземных построек там еще есть и две подземные конструкции. Денег Динара Кулебаева не жалела. 74 400 000 швейцарских франков или около 75 миллионов долларов. Местных жителей поразила цена покупки и беспрецедентные меры безопасности, которые установили новые хозяева виллы. В скандальном сюжете о многомиллионных особняках богатых нувариши, показанном недавно по швейцарскому телевидению, недвижимость дочки Назарбаева заняла центральное место. И не только цена впечатлила швейцарцев, хотя и она тоже. Журналист называет сделку в Женевском кантоне в городе Аньер сумасшедший, невероятный и самый крупный. И приводит мнение мэра Патрика Ашири, который все еще не может прийти в себя. Я подумал, что это ошибка, но меня быстро вернули к действительности. Я получил официальное письмо, где была указана цена сделки. И мы были возмущены. И жители тоже были возмущены такой ценой. Она выросла с 8-9 миллионов до 19 миллионов и до 75 миллионов лет за 10. Журналист прямо называет счастливую владелицу Динару Кулебаеву и поясняет, что она получила вид на жительство в Швейцарии. Но что беспокоит жителей, так это беспрецедентные меры безопасности. Дочь президента окружила себя усиленной охраной. Отсюда видны камеры. Они везде. На обочине дороги Рут-Дерманс. Их видно также в нижней части домовладения. Да, похоже, дом хорошо охраняется. Стоп, стоп, стоп. Пожалуйста, нет, 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 господин. Это частное владение.